Девушки отдыхают Поэтому давайте сразу же и начнем Вот в этом видео я рассказывал о заказе на высшего вампира из оригинальной игры Но дело в том, что до выхода дополнения Кровь и Вино Все высшие вампиры, это те, кто способны принимать облик людей Превращались в катаканов Самый элементарный пример вампир под Новиградом Что, уже 1358-й? Нет Ну так и пиздуйте отсюда А уже после выхода дополнения разработчики немного это переосмыслили И высшие вампиры начали принимать другую форму И казалось бы, тот, кто играл в игру, должен это знать Но не высший вампир, а катакан Катаканы низшие вампиры Не путай высших, древних и низших вампиров Катакан не высший вампир, а средний Хуеплеты Окей, это просто невнимательные люди Но они хотя бы адекватные А были, конечно же, и неадекватные Ха-ха-ха-ха-ха, долбоеб, сука, конченный Вышшего с низшим вампиром перепутать Сразу видно твой уровень, лови дизлайк, блядина Слушай, пойди ты нахуй Ну хорошо, давайте, чтобы поставить на вампирах жирную точку Послушаем самого Геральта из заказа, о котором я говорил в том самом видео Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей Здесь поселился катакан А ты правду говоришь? Что еще за катакан такой? Высший вампир Что? Высший вампир С вампирами разобрались, идем дальше В начале того же видео я сказал, что отобрал всего 30 заказов По 10 на каждое видео И если вы не увидите здесь свой любимый заказ То он появится в следующем видосе Это во-первых А во-вторых, я отобрал только заказы на монстров Они дополнительные и сюжетные задания В итоге, тупые идиоты, конечно же, нашлись Я даже не буду зачитывать их комментарии, чтобы не тратить на это время Просто сейчас на своих экранах вы видите тех самых отсталых даунов Которые жалуются на то, что заказы я, видите ли, отобрал хреновые Можете нажать на паузу и сами почитать ту хрень, которую они пишут Но все же особого внимания заслуживает вот этот комментарий Очень странный топ В Тусенте куча клевых побочных квестов А они не были добавлены в этот список И при этом никаких оговорок по поводу того, что топ не полный, не было Только может быть будет еще Так что без продолжения Мы имеем дело с какой-то особенной формой разума Что? Я же открытым текстом на русском языке сказал в начале видео, что топ не полный Следующие заказы будут в других видео Он это услышал и отметил это в скобках Это как раз и была та самая оговорка Очевидная для всех адекватных людей Но долбоебы вроде него Как обычно все по-своему перекрутили И поняли так, как сами того захотели А вот еще один отбитый овощ Большинство заказов в Ведьмаке Скучные и обычные В них нет ничего интересного Не стоит продолжать эту рубрику А еще ты хорошие комментарии в топ выводишь своим лайком Чтобы хейтеров не было видно Отличная работа Нет Полный пиздеж На первое его предложение даже внимание обращать не стоит А вот на второе Мои лайки, если кто не знал, не выводят комментарии в топ Давайте зайдем под то самое видео Спустимся в самый низ И увидим Вот мой лайк Вот мой лайк Вот мой лайк И вот мой лайк Воу, а почему же они не в топе? Потому что в топ попадают комментарии Пролайканные значительным большинством зрителей А мое сердечко на это никак не влияет Это во-первых А во-вторых, я буквально минуту назад показал вам этих самых якобы хейтеров Которые не услышали элементарного И написали кучу идиотских комментариев Не имеющих отношения к реальности И что по логике этого овоща Мне нужно в топ выводить как раз такие комментарии Комментарии, которые вводят людей в заблуждение Или же просто изливают желчь на меня и на всех окружающих Но это же просто смешно Зачем вообще что-либо или кого-то либо хейтить Искать к чему придраться и намеренно пытаться покритиковать в попытке показаться умнее Ведь в большинстве случаев все такие умники просто позорятся Выставляя себя ну совершенно отбитыми даунами Хотите еще больше этому доказательств? Смотрите прошлые выпуски Даун Тайм Ну а последний вид комментариев под тем видео С одной стороны был самым безобидным А с другой Я терпеть не могу таких людей Я уже далеко не один раз говорил Что каждый человек считает свое мнение единственно верным Потому что субъективность и разные человеческие вкусы и потребности А вот адекватного человека от неадекватного Отличает лишь то, способен ли он принять то самое альтернативное мнение Как я уже говорил об этом в своем прошлом выпуске Не нужно с ним соглашаться Главное принять В том выпуске о лучших заказах я также озвучивал выборы Которые принимал в игре я Например, кого убить, а кого помиловать или что сделать дальше И предлагал сделать выбор вам и написать его в комментариях Прочитав вот этот коммент Я просто охуел и выпал в осадок Там был один заказ, когда ведьмак сделал свою работу Убил чудовище А деревенские отказались ему платить Заманили в сарай и вогнали вилла в спину, попытавшись убить Он разозлился и зарубил почти всю деревню У вас был выбор, убить ведьмака или отпустить? Я отпустил В моих глазах и для моего мировоззрения он был полностью оправдан Как собственно и для значительного большинства других людей Которые оставляли комментарии под тем видео Каждый проходит игру так, как хочет Кто-то его отпустил, чтобы получить меч А кто-то убил из чувства совести Или просто из-за того, что любит отыгрывать злого или доброго персонажа В общем, сколько людей, столько и мнений Но вот этот вот идиот не просто высказал свое мнение А попытался унизить и порицать всех, кто прошел игру не так, как он Что за бред пишут люди? Да и автор тоже Сама благородность Вы отпустили ведьмака, который вырезал деревню Точка Далее он делает огромный упор на жалость к детям При том, что детей как раз ведьмак не трогал А отпустил Так же с Доплером Он напал на ведьмака И если бы смог, то убил бы его Если бы на месте Геральта был стражник То Доплер бы убил его Чтобы сохранить тайну и воровать дальше Точка Воровать, чтобы выжить Никого не убивая В общем, это жесть Ни в первом, ни во втором заказе Он до конца не разобрался Я не могу назвать его мнение субъективным Ибо он перетасовал факты так, как сам посчитал нужным Но даже если так Пускай это будет его решение Но все равно Зачем так порицать других людей Которые играли и принимали решения не такие, как ты Это же ролевая игра Она для того и создавалась Чтобы каждый отыгрывал в ней того персонажа Которого захочет Но почему люди, которые не умеют принимать чужого мнения Такие глупые? Зачем на ровном месте пытаться к чему-то докопаться Или кого-то в чем-то обвинить? Короче, я уже повторяю ранее сказанное Ставим на этом точку И переходим к самым зашкварным комментариям Которые оставляли подвод этим видео Существа, не воспринимающие чужое мнение Так, стоп Еще пару слов я все же решил добавить на стадии монтажа Я зашел тут на днях почитать комментарии под тем видео И увидел, что там в комментариях Этому идиоту написал чувак Который практически слово в слово повторил то, о чем я только что рассказывал На что тот идиот ему ответил Мол, где ты видел деревню, в которой живет один ребенок? Там были и другие дети И то, что на него напал Доплер, это якобы факт Окей, мне было не западло загрузить мое сохранение Я прошелся по той деревушке еще один раз И не нашел ни одного мертвого ребенка В самых диалогах говорилось о том, что деревня маленькая Всего три домика Из детей девочка там одна А по Доплеру, как и написал вот этот чувак Действительно, по запискам, которые можно обнаружить в доме Становится ясно, что зла он никому не хочет А ворует только из-за необходимости выжить Также при встрече с ведьмаком он испугался и убежал Ни на кого не нападая И уже только после того, как ведьмак его догнал Он начал с ним драться Ну сами подумайте Вы чудище За вами гонится ведьмак Вы ведь этого ведьмака не знаете Скорее всего он хочет вас убить Лучшая защита Нападение Далее он сдался Все В общем, в очередной раз мы наблюдаем замкнутый круг долбоебизма Человек озвучил все те же факты, о которых я говорил ранее А тот овощ все равно умудрился на уже существующий бред Навалить еще больше выдуманного маразма Хотя мог сделать как я Загрузить игру и перепроверить Но нет, зачем тратить на это время Ведь воспаленный мозг шизофреника Способен все придумать сам И насрать на то, что в реальности этого даже не существует Это видео и комментарии под ним очередной раз доказали Что огромная масса людей В порыве как-то оспорить слова автора Или податься в критику Слышат не то, что говорит этот самый автор А только то, что они хотят слышать Например, первым минусом игры я назвал Что ее нельзя пройти на 100% И привел в пример парочку случайных событий Которые в дальнейшем перерастали в полноценное задание минут на 20 И пожелал, чтобы такой контент помечали на карте Так мне было бы намного проще и удобнее Я конкретно ничего не имел против случайных событий как таковых Их не нужно помечать Я даже подчеркнул, что события в стиле На кого-то напали дикие звери Раненому жителю нужно помочь добраться домой Или пойти зачистить логово тех самых зверей или чудищ Это круто и мне это нравится Я все это говорю максимально коротко Так что если вы еще не смотрели то видео Рекомендую ознакомиться Вторым минусом я назвал излишнюю нелинейность Опять же таки В целом против нелинейности я ничего не имею против Чтобы максимально правильно донести суть моих слов Я привел в пример квест За который нужно получить достижение Но если ты его захочешь пройти не так Как того требует игра Достижение ты не получишь Но на это тебе никто не указывает Нужно выполнить 3 определенных квеста В определенном порядке Это единственный пример который я смог привести Из-за которого мне пришлось много переигрывать Вот в этом и есть моя основная претензия Я не хочу тратить на игру тысячи часов Чтобы искать по голой карте все ее спрятанные задания Я хочу ее пройти один раз От начала и до конца Принимая те решения которые считаю нужным Исследовать мир на 100% И пойти играть в другую игру Посмотреть фильм, сериал, погулять Заняться еще какими-то делами Но не играть Перепроходя одну и ту же игру Снова и снова и снова и снова В надежде найти кусочек контента Который спрятали авторы Поэтому я и изъявил желание Чтобы отдельные события Которые скрывают под собой полноценные квесты Были помечены на карте Для меня является мотивацией На исследование открытого мира Метка и определенная задача Если этой метки и задачи нет на карте Я не хочу шастать по открытым полям В надежде что-то найти и тратить на это время Которое я могу провести с пользой Не в игре, а в реальности Чувак, я не знаю как можно считать Что случайные события это глупость 100% прохождение было бы скучным Я и не говорил что случайные события это глупость А приводил конкретные примеры 100% прохождение для меня это идеальная мотивация И я тоже об этом говорил 7 минут бессмыслицы То что ты с каждым новым прохождением открываешь что-то новое Еще какой плюс Случайные события это неплохо Ну во первых я проходил Ведьмака два раза Сверяясь с гайдами по этим самым событиям И первое мое прохождение от второго Отличалось лишь одним заданием Которое я не нашел при первом прохождении Если не считать несколько других принятых решений в диалогах Нахождение нового контента в игре Зависит лишь от твоей заинтересованности Игру можно пройти один раз и выжать из нее Но если не 99% То 97% всего контента так точно А во вторых случайные события это не плохо Я и не говорил что это плохо Это только твои ебанутые замашки Юбисофт перфекциониста Оооо Каждый долбоеб зачем-то был обязан обосрать ассасина И да я на 100% перфекционист Абсолютно во всем У меня все должно быть идеально И это мое мнение и мои интересы Что за долбоебизм Порицать и обвинять человека только за то Что он не такой как ты Дальше этот долбоеб вообще с катушек слетел Какие мини задания о чем ты говоришь Учитывая твой пиздеж до этого Я уже тебе не верю Я прошел игру 5 раз И того о чем говоришь ты У меня ни разу не было Да и у большинства людей тоже Эм как бы помимо заказов на монстров И основных заданий На доске объявлений Есть также и другие мини задания Которые проходятся минут за 10-15 Я говорил вообще то о них А он пишет что он прошел игру 5 раз И такого у него не было Да и у большинства людей тоже Сука это так смешно Люди напишите в комментариях У вас вообще в ведьмаке доска объявлений С дополнительными заданиями была А то мало ли В общем да уж Срака у него горит не слабо Он конечно же как и любой другой биомусор Отправляется в бан Но в чем то он все же отчасти оказался прав По тем видео не большинство Но очень-очень много комментаторов Оказались такими же долбоебами На данный момент Их вон аж 393 дауна Справедливости ради Конечно же стоит отметить тех людей Которые были со мной не согласны Но при этом Их адекватность и здравый смысл Позволила им написать нормальные комментарии Например Такие Или такие Или вот такие Но все же Большинство комментариев были Такие Как я понял Автор этого видео Он ачивкодрочер конченый И ему для игры нужно всего две кнопки Пройти игру И получить все ачивки Мро Нет Я так больше не могу Давайте включим то самое видео Поэтому я выбиваю лишь то Что могу выбить При самом простом первом прохождении Но эти ачивки Все же они не так важны Даже несмотря на них Я все игры люблю затирать до дыры Дословно Ачивки не важны Я только поверхностно сказал про ачивки И привел в пример лишь одно задание Более об ачивках не вспоминая А этот долбоеб Из 15 минутного видео Услышал только 10 секунд Про ачивки А вот Еще один такой же конченый дебил Типичный ачивкодрочер Одни претензии без особого основания А теперь давайте вернемся к тому дебилу Далее он пишет Чувак Не все так яростно надрачивают на ачивки Более того В реале У тебя тоже не отмечены Интересные события И встречи Короче вердикт Автор идет нахуй Ох ебись оно все в три прогиба В реале? Вот это меня тоже удивило Каждый второй даун Который не нашел Как еще придраться к моим словам Почему то оправдывал Игровые условности Типа Это же как в реальности Ну окей Раз эти дауны так хотят То давайте сравним игру С реальностью На протяжении всей истории человечества Выдающиеся умы создавали изобретения Которые делали нашу жизнь проще и лучше Что позволяло экономить нам время Например сейчас я могу достать телефон Открыть GPS И посмотреть местонахождение всех закусочных моего города Или любых других заведений в любом уголке мира Это позволяет сэкономить человеку время И делает его жизнь проще Вот чего то похожего я и хотел в игре Ведь это по факту сэкономило бы кучу времени на поиски И сделало бы прохождение проще и приятнее Так что любые аргументы по сравниванию игры с реальностью Идут нахуй Реализм это безусловно плюс Но реализм лучше показывать в игровой физике Геймплейной механике Графоне и так далее С первыми двумя пунктами необоснованных предъяв В мою сторону разобрались Переходим к финальной части Далее минусами игры я назвал Слишком забагованную платву Огромный копипаст книг И отсутствие мощного лута Ведь если скрафтить ведьмачьи доспехи То в них спокойно можно проходить до конца игры Ибо полный комплект дает столько бонусов Всем характеристикам Что любой другой лут конкретно сосет И если с платвой и бесполезным лутом были бесспорно согласны почти все То с претензиями за книги Я орнул так сказать в голосину Давайте посмотрим фрагмент с того самого видео Определить что ты читала что нет Можно лишь перешерстив свой инвентарь Делать это приходится при нахождении каждой новой книги И это мать его утомительно Все? Я сказал чтобы определить какая книга прочитана а какая нет Нужно заглянуть в инвентарь И делать это нужно каждый раз А когда ты подбираешь любую книгу Тебе ее сразу предлагают прочитать И вот тут уже пометки нет Что и есть проблемой Которая за все мои наигранные 400 часов Очень часто раздражала Вообще-то если книги повторяются То в инвентаре они все равно отмечены как прочитанные Так что тут ты не прав Как я могу быть не прав Если я в видосе сказал то же самое Как это работает блять? Охуенно В разделе голосария книги не прочитанные обозначаются звездочкой Третий пункт бредовый Ой дурак А вот еще один почти точно такой же комментарий Который оставил постоянный подписчик Оставляющий адекватные комментарии почти под каждым видео Но здесь ты меня разочаровал чувак Я ни в коем случае сейчас его не оскорбляю Мы с ним вполне адекватно потом поговорили в комментариях Где я указал ему на его ошибку Ну просто блин Обращаюсь не только к нему А и ко всем Будьте внимательнее Лучше пересмотрите видео второй раз Если что-то не поняли или не расслышали Чем сразу же пытаетесь кого-то в чем-то обвинить Хочется спросить Ты идиот? В этом и есть прелесть игры Случайные события и приближают игру к реальному миру Как все подземелья могут быть отмечены Если люди и сами не о всех знают Не говоря о том что Геральт эту информацию тоже не получал И про книги Ты в настоящие дома зайди и посмотри Есть ли там одинаковые книги Почти у всех людей Есть сборники стихов Пушкина Если у них вообще есть книги Ты удивляешься что во время кораблей и мечей Были одинаковые книги Кому писать разные книги? Ты идиот или где? Нет слов Какой же это пиздец Я впервые вижу чтобы так настойчиво Игру сравнивали с реальностью Оправдывая ее раздражительные моменты Особенно про книги Я не понимаю в какой изоляции живут эти комментаторы Игра ведь должна оставаться в первую очередь игрой А не превращаться в пристанище ноу лайферов Как можно оправдывать игровой копипаст событий и книг Ctrl-C, Ctrl-V Говоря что в реальности же тоже много копий И чё? Я не люблю никого называть задротами Возможно для кого-то это оскорбление Да я и сам много времени провожу в разных играх Но это какая-то невообразимая жесть Большинство таких вот идиотских комментариев Имели множество одинаковых особенностей Все зачем-то были обязаны обосрать ассасина Все провели в Ведьмаке не одну тысячу часов И проходили ее не меньше пяти раз Все оправдывали игровые условности реальностью Из чего я сделал вывод Что это как раз и есть те самые задроты ноу лайферы Которые сутками, месяцами и годами напролет играют в одного лишь Ведьмака Жестоко на него надрачивают Агрессивно его защищают И чужого мнения вообще не воспринимают Это кстати при том что в начале того видео Я сказал что обожаю Ведьмака Считаю его лучшей игрой последних лет Наиграл в него 400 часов Прошел все DLC и получил море удовольствия Тем самым поставив на игре точку Стоит ли на этом заканчивать Ведь комментариев еще очень много Как ты себе вообще представляешь статистику прохождения в РПГ? Да легко Ведь до Ведьмака я переиграл в десятки других РПГ Но конкретно те нюансы которые мне не понравились Начали меня раздражать лишь в Ведьмаке Проходишь игру всего один раз? Лол чувак это твои проблемы Ооо это прозвучало типа Ты прошел игру всего один раз? Ты че совсем охуел? Хочешь сказать что у тебя помимо игры в Ведьмака Есть еще реальная жизнь? Семья есть? Друзья? Да как ты смеешь проходить Ведьмака всего один раз? Щенок! Мне после Ведьмака все игры казались второсортным говном И я разумеется прошел ее 6 раз Ну собственно что и требовалось доказать Буквально минуту назад я как раз говорил о таких задротах ноу лайферах И отбитых фанатиках Далее он как и все остальные опозорился написав про книги А забагованную платву оправдал тем что она же не танк И что все стены можно перепрыгивать А вот что я показывал про платву в том видео Невидимая стена? Замечательно! Куда же мне здесь блять перепрыгивать? Извольте спросить Ну в общем перед вами очередной пробитый неполноценный овощ И давайте окончательно в этом убедимся Посмотрев один из его видеороликов Перед просмотром данного видеоролика Я хочу порекомендовать вам Вилки для очистки говна Говнаршик 228 И вашего говна как не бывало Вкуснячина Ну нахер Отец Ну ты видел? Видел? Ну теперь понятно кто моим видео дизлайки ставит Они ведь оставляют практически идентичные комментарии Ну братья по разуму тут и добавить нечего Вот еще один овощ Который местами пытается показаться умным Но по факту все точно такие же претензии Я уже разложил по полочкам ранее И в повторах они не нуждаются А вот еще точно такой же комментарий Этот даже можете не читать Достаточно просто посмотреть вот сюда И увидеть что он прошел игру 9 раз И все сразу станет ясно А вот это интересный случай На протяжении всего видео Я как раз говорил о том Что не хочу уделять одной тем более одиночной игре Столько времени И люблю в жизни заниматься другими вещами помимо игр А он каким то образом умудрился Обвинить меня в том самом задротстве И посоветовал выйти на улицу и пожить И еще далеко не один раз пытался меня оскорбить в комментариях Ну как такое возможно? Я говорю в видео одно А они умудряются предъявить мне совершенно за другое Дизлайк Это твой вкус А не проблемы игры Но как бы я изначально сказал Что это лично мое субъективное мнение Так что Расстрелять Хотя подождите Может расстреливать еще рано Давайте оценим его контент Я бы мог бы не пиздеть Я бы мог бы не пиздеть Но жизнь За эта игра Необходимо их немедленно расстрелять Ладно все На этом уже точно нужно заканчивать Пишите свое мнение от всего увиденного в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Вступайте в группу вконтакте И делитесь этим видео с друзьями И самое главное Будьте внимательны И учитесь адекватно воспринимать чужое мнение Всем удачи И всем пока